Так, ну, доброе утро. Доброе утро, девочки. Мы, наверное, очень быстро встречаемся сегодня, да? Прямо еще люди спят. Доброе утро. Или кофе еще готовят? Пока все собирается, я хочу поблагодарить сначала Юрию и Милю, что они разрешили мне такой мой формат общения через кофе, потому что я очень люблю кофе. И благодаря клубу у меня появились друзья в многих городах, в многих странах. И мы когда встречаемся, приезжаем, и так приятно. И идем на кофе и болтаем про квантовое смещение. Если раньше мы болтали про всякие проблемы, то сейчас болтаем про квантовое смещение. Для меня вот это удовольствие пить кофе и общаться на очень такую приятную тему, оно такое усиливает друг друга, вот это удовольствие от жизни. Поэтому, девочки и мальчики, если есть среди нас, я надеюсь, что кофе вы приготовили или чай в то, что он утром пьет, или, может, водичку с медом. И хочу с вами просто больше пообщаться и рассказать про то, как квантовое смещение меняет мою жизнь. Потому что я слушала презентацию Юлии и Мелли в четверг. Если вы не слушали, не смотрели, обязательно посмотрите. Она из этом канале в записи. Там такая глубина, что я думаю, господи, ну что после этого еще можно людям рассказывать? Ну просто возьмите эту презентацию, слушайте. Я была на презентации, потом ее раз слушала, потом еще, наверное, раз в пять буду слушать. Ну что еще можно рассказать? Я поняла, что я могу только поделиться тем, как очень точечные советы Юлии и Мелли в клубе поменяли мою жизнь. И я сейчас еще раз, еще дополню, почему кофе. Миль, вот эта чашечка, вот чашечка кофе, она поменяла мою жизнь очень сильно благодаря одному Миленому совету. Вот именно эта чашечка. Оля, ну ты хоть чашку кофейную купи. Как это было? Мы работали в проекте грядки, и это тоже квантовое смещение, просто он был немножко в другом формате. Это тоже был клуб. Я прорабатывала переезд на новую квартиру, и он никак не случался, потому что то не достроили, то документы не готовы. Ну кто строил квартиры, тот знает. И мне это уже так все надоело, мне эта квартира так не нравилась, в которой я жила. Я хотела так от нее съехать. Сейчас-то я понимаю, что я не могла съехать только потому, что я очень сильно этого хотела. То есть я хотела убежать от этой реальности. Вот Юля учит нас, что вы не убежите, вам нужно, чтобы было неинтересно там играть. А мне настолько все не нравилось. И вот мы встретились в клубе, и Миля просто сказала одну фразу. Он говорит, Оль, ну тебе ничего там не нравится, ну ты хоть чашку кофейную купи. И говорю, да какую чашку, тут сто чашек. Мы жили в квартире родителей мужа, и должны были переехать в свою. И ту оставляли там детям мужа, поэтому там ничего такого не делалось. Я говорю, да какую чашку, там сто чашек. Говорит, ну ты должна проснуться, и тебя должно хоть что-то радовать. Ты понимаешь, тебя чашка может сместить в новую реальность. Вот как нас в клубе учат, что очень маленькое действие, там сережки, морщинки там вокруг глаз, они могут переместить вас в целую новую реальность. И вот эта кофейная чашка, она осталась моей любимой, она переместила меня реально в новую реальность. То есть я купила эту чашку, я каждый раз утром просыпалась, и я представляла, вот просто я сейчас сижу, и я себе это представляла, как я пью. Я знала, что будет 17 этаж, что это будет очень красивый вид. Я пила кофе и представляла, вот как я, вот этот вкус кофе, вот эту красоту. И очень быстро это все случилось. Самое главное, после таких ситуаций наблюдать за собой, а что вам дальше хочется делать. Вот так Юля нас учит, начинайте в это играть. Ну, знаете, вот как это практически играет. Ну, чашку я купила, ну где еще та квартира. Но когда вы наблюдаете за собой, вы понимаете, что делать дальше. И дальше мне захотелось собирать вещи на переезд. Я начала их складывать, откладывать. Муж говорит, ты вообще что делаешь? Я говорю, ну, собираюсь переезжать. Он говорит, а, ну-ну. То есть, как бы, оно достраивается, документы не готовы. И когда через три месяца мы уже были в своей квартире, я говорю, и что? То есть вот такая маленькая кофейная чашечка, она переместила всю мою реальность. Потому что я смотрю на другие вещи. В этой квартире, что я живу, мне нравится все. И вот я просто, когда куда-то идут, я просто слушаю, что мне говорят, и просто это делают. И мне сказали девочки, что тебе должно все там нравиться. Мне в этой квартире все нравится, каждая мелочь. Я стою, вообще наполненная прямо с утра. У меня хорошее настроение, понятно, что мне хочется что-то делать для себя, для кого-то. Делиться, приглашать, масштабировать это все. Так вот, все началось с чашечкой кофе. И я очень люблю кофе. И я надеюсь, что вот эта чашечка как-то поможет всем нам сместиться. Поместиться кому-куда, но в ту реальность, которую вы хотите. И теперь немного о себе. Кто еще меня не знает. Меня зовут Ольга. Я из Киева, с Украины. И благодаря клубу у меня появилось очень много друзей в разных странах и в разных городах. Я знаю, сейчас посмотрю, или мои девочки, вот с Польши есть мои девочки, смотрю, с Норвегии. Это вообще так приятно, что есть возможность, несмотря на границы, встретиться вместе и попить кофе. Милечка, можно тебя попросить включить девочке микрофоны? Потому что я не умею читать презентацию, я вообще в ней общаюсь. Да, я бы очень хотела узнать, какие тут еще страны есть, какие города. Чтобы понимать, насколько мы вообще масштабные, клубу год. А я вот только по своим девочкам знаю Польшу, Норвегия, которые сейчас здесь. Может быть, другие есть. Просто Турция здесь есть. Круто, девчонки, обожаю вас. Девочки, какие еще города и страны здесь есть? Украина, Россия, понятно. Здорово. Ну, вообще очень здорово, что Украина и Россия в этом пространстве вместе. А какие еще здесь города есть? Поделитесь. Никто не хочет делиться, какие еще города есть. Азань. Какие? Я не услышала. Слышно? Слышу. Да. Азан, Алматы. Ой, здорово. Классно. Азан, Азан. Классно, очень рада вам. Очень рада. Спасибо большое, что пришли. Очень рада всем девочкам. Классно. Очень рада всех видеть. Взаимно. Вот я люблю пить кофе и общаться. Вообще очень круто. Спасибо, что пришли. Значит, обращаемся дальше. Вот я немножко про себя. Вот для меня вот этот момент, что мы можем собраться, что есть пространство, где мы можем собраться вместе. И в такой, ну, Юля смели такую создали, такое пространство любви, что можем здесь просто сидеть и общаться. Для меня это очень важно, потому что я с детства вообще была не очень активной в школе, но клуб Интернациональной Дружбы – это было мое любимое место. И когда я приехала в Дубай и попала в Village Garden, то это мое личное место силы. И кто там был, то вы меня поймете. Кто не был, то немножко расскажу свой образ этого места. Там на одном не очень большом пространстве представлено очень много стран и народов. Турция, Марокко, точно есть Россия, я помню, заходила туда. И эти пространства где-то размером футбольное поле. И на этом пространстве народы представляют свою культуру, свой быт, одежду, танцы, музыка. И ты просто приходишь, и ты полностью в этом пространстве туда окунаешься. Ты это изучаешь, наполняешься, насколько вообще разнообразный мир. И потом есть такое большое общее поле, где можно выйти, там фонтаны, сцены, салюты. И вот все вместе празднуют жизнь. И еще до войны для меня это было очень ресурсно. То есть я, вот это было мое, просто мое. И, конечно, когда случилось то, что случилось, для меня это стало уже не просто каким-то ресурсным, а такой жизненеобходимостью, чтобы это случилось, чтобы было место, где мы могли все объединиться и праздновать вместе жизнь. И если брать там более так не мои мечты, вернее, не мои чистые мотивации, а мои ресурсы, то хочу поделиться. То за год в клубе мне получилось очень хорошо увеличить свой доход где-то в пять раз. Плюс у меня появились новые источники дохода. Я начала успешно торговать на бирже. И более подробно, как это получилось, что я прорабатывала, я рассказывала на прошлой презентации. Кому это интересно, можете послушать. Но вот сейчас, например, просто как квантовое смещение работает в моменте. Вот сейчас, например, на бирже просадка. Но, вы знаете, у меня нет никаких вариантов, что я свои деньги не возьму, потому что я в той реальности, где ежемесячно на бирже зарабатываю столько-то. И когда я сейчас захожу и вижу, что мои монетки немножко просели, то это только о том, что я зашла, понаблюдала и понимаю, что зерну же надо какое-то время, чтобы набраться сил и прорасти. Ну вот точно сейчас зашла, на меня посмотрела. А, ну окей. Вот они сейчас просто набираются силы, но я знаю свой ежемесячный доход, и я знаю, что к концу месяца они точно пойдут в рост. То есть никаких волнений, никаких переживаний, а только то, что нас Юля учит. Вы же своим взглядом в твою реальность. Ну зашла, посмотрела. Ну хорошо, они еще силы набираются. Вот. Это что касается денег. То есть там тема такая немножко проработанная. Сейчас работаю с масштабом, потому что вот масштаб нельзя. Но я думаю, что за этот год я и масштаб проработал. И у меня есть результаты по телу, но, конечно, не такие, как мне хотелось. И больше всего у меня получилось сместиться в моменте, когда мне было больно. И вот в моменте сместиться из боли в здоровье. Один раз это получилось у меня у одной. Один раз Юле очень благодарна, потому что если бы у нее помощь в клубе, я бы никуда не поехала, ни в какие Греции. Просто один-два ее вопроса, и ты просто живешь жизнь дальше. Поэтому я не очень понимаю, как можно выйти из клуба, потому что жизнь-то идет, жизнь-то хочется хорошо. И вот в каждый момент в любой я могу зайти, задать вопрос и двигаться туда дальше, куда я хочу. Так вот, один раз мне Юля очень помогла, спасибо ей большое. Другой раз у меня получилось самой. Но у меня нет тех результатов в клубе, которые мне бы хотелось получить по телу. Для меня это зрение, для меня это вес. Но слушала презентацию Тани, прошлую, и я понимаю, что я зрение играюсь вот как Таня. Понимаете, вот зрение, вот очки, это вот такой себе аксессуар. То есть накрасила красные губки, одела красный свитер, одела красные очочки и пошла гулять по миру. То есть пока я в это играюсь, я это вижу, я уже до себя доношу, что может же быть очки, ну как бы просто не с минусом, а просто там со стеклом. Ну, пока мне эта игра нравится, и вы знаете, я не переживаю, что не смещусь. Я просто, ну, наиграйся, ну, поиграйся. Ну, еще ты плечечки купил, а еще линзы же можно купить, да, они же красноцветные бывают. Ну, короче, пока играйся. И точно так же с телом я тоже, Танечка, тебя благодарю, потому что мне очень клинулся, что мне пока так нравится. То есть как бы надо похудеть, конечно, но меня муж и так любит, и я там мужчинами так нравлюсь. Вы понимаете, вот этот мой подход, что меня муж и так любит, и я мужчинами так нравлюсь, это для меня о том, что я еще тело своими глазами не увидела. То есть я еще на него смотрю мужскими глазами, и я понимаю, почему. То есть вот эти все результаты я рассказывала на прошлой презентации, но я думаю, что вам хочется услышать что-то интересное новое. И за эту неделю я в клубе брала тело, потому что я себе поставила цель вот этот год поработать тело. То есть увидеть, полюбить, принять. И во вторник я, не во вторник, в четверг я взяла тело, боль в спине. Она у меня прошла, но начала болеть правая нога. И вы знаете, когда боль в спине прошла, а начала дышать правая нога, я думаю, да я даже ее выписывать не буду. Ну смысл? У меня потом левая начнет болеть. И опять волшебный вопрос были. Девочки, я уже говорила, мальчики, что можно прочитать книгу. Там все честно написано. Я таких честной книги и по философии, и по самому алгоритму я не встречала. Но где брать волшебные вопросы? Мы настолько, вот эта философия для нас новая, что мы сами, ну я сам, я не буду говорить про мы, я сама дойти не могу. Ну вот, ну спина не болит, ну хорошо, ну сядь правую ногу пропиши, ну пропишу, ну левая. И так ходить. И волшебный вопрос Юли, Оль, а зачем тебе боль? Вот выпиши, я живу без боли. И я села выписывать, я говорю, я не понимаю, ну как? Ну вот, что для тебя боль? Ребята, я даже не понимаю вопроса. Что для меня боль? Ну что? Ну да я не знаю. Я мужа спрашиваю, он там, кандидат в меднаук. Я говорю, слушай, что такое боль? Как она формируется? Ну благо, у меня мужчина продвинутый, он говорит, ну тебя же, Юля, не об этом спрашивает. Я тебе сейчас расскажу, там рецепторы, там, нетные ткани. Но она же тебя не об этом спрашивает. Я не понимаю, что меня спрашивает. Ну вот, есть в ее волшебный совет, пиши. Вот я беру бумагу, ручку и начинаю писать. Да я не знаю, что для меня боль. Ну что боль? Ну некомфортно, ну болит, ну что она не для меня боль? И вот кто сейчас с болью работает. Я знаю, что это не очень правило, я иду против правил, как бы, но я просто хочу поделиться с ними смыслами боли. Ну возможно, кто-то, кому-то это откликнется. Потому что вот так просто, начав писать, я не понимаю, я не знаю, ну болит, ну некомфортно. И вот так рука пишет, 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 и я начинаю, то есть она пишет, а я наблюдаю, как она пишет, и начинаю понимать, о чем это вообще. Для меня боль – это такой же настройка по умолчанию, как рука и нога. С тех пор, как я себя помню, боль – это часть моей жизни. Я была маленькая, я была очень много в больницах, я уже рассказывала. И то есть для меня позавтракать, потом испытать боль, потому что делают уколы, поужинать, а потом испытать боль, потому что делают уколы – это нормально. И понимаете, когда у вас есть такой инструмент, ну у нас есть рука, и мы ищем ей смыслы, там рисовать, там вышивать, детей гладить, мужчин обнимать, мы для этого, что у нас есть, ищем смыслы. И поскольку боль, у меня была данность, настройка моя базовая, ну так я ее воспринимала, я и начала искать смыслы. А в жизни у нас есть только то, в чем есть очень много смысла, то есть зачем тебе это, во что ты с этим играешь. И поскольку имея то, что имея, ну как детки, они любят игрушки разные, но они же вот доходят то, что находят, начинают с этим играть. Там они могут с палочкой играть, не знаю, с камешками играть. И вот имея боль, я с детства начала с ней играть. Ребят, ну как бы я ее выписала без клуба и без Юлиных волшебных вопросов, я честно не знаю. Я начинаю писать и понимаю, что я сейчас перечислю свои смыслы, возможно, кому-то отзовется, кто сейчас работает с болью. Ну вы, конечно, ищите свои, потому что у каждого свое, мы же такие очень разные все. И для меня боль – это какая-то, знаете, игра принтель. Мне вот больно, я пришла на работу, ну я бизнесом занималась, говорю, девочки, давление 280, это все Олечка, иди отдохни. Нет, что ты, что ты, клиента нужно обслуживать. Я вот такой герой принтель, вот она какая. То есть одна игра, просто. Следующая игра – это для меня боль, это разрешительная система. То есть у меня же болит спина. Вот я захожу покупать билеты в поезд, а там только верхние полки. Ну просто если бы мне ничего не болело, полезла бы я на верхнюю полку. Так, ну меня же болит спина, я покупаю себе СВ. Ну вот я там, не знаю, меня там что-то, я пришла домой, там все, меня болит. Ну вот надо как-то себя там порадовать, и я съем кусочек тортика. Ну вот как бы нельзя, ну можно вообще-то, но нельзя. И мне нужно как-то себя, ну вот как-то себя поддержать и съем кусочек тортика. То есть более такая игра мне можно. Следующий смысл моей боли – это язык общения с телом. Вы знаете, я настолько не слышала свое тело. Я настолько была воспитана в традициях христианских, что из праха пришел, в прах уйдешь, что я вообще не обращала на него внимания. Слово совсем. Я его не вижу. Ребят, я благодаря клубу и году, понимаете, год, и начинаю понимать, что тело нужно видеть свое. Я его не вижу. Я вот глазами мужчин вижу, а сама не вижу. И оно же хочет с тобой общаться, оно же мудрое, оно же ко мне как-то обращается, я его не вижу, не слышу. И вот боль – это его язык хоть как-то обратить на себя мое внимание. Вот болит я, ой, ну ладно, надо там на массаж сходить или еще что-то сделать. Почему нельзя пойти на массаж просто ради удовольствия? Нет, вот всегда спина болит, вот всегда боль, тогда я это делаю. Следующий для меня смысл боли – это интересная игра с мужем. Но он врач, и он сейчас пишет, заканчивает очередную научную работу. И кто писал научные работы, вы понимаете, они все в этом. То есть отвлечь его как-то на себя очень сложно, потому что он погрузился в эту работу. И я так, ой, так меня спинка болит, подри, пожалуйста. Но он как врач, он очень эмпатичный. Он говорит, да, да, конечно, сейчас я сделаю. То есть благодаря боли у меня есть какой-то близкий контакт с мужем. Дальше боль – это для меня такая, знаете, игра «Я хорошая мать». Потому что хорошая мама – это не про боли, а вот про хорошую мать – это про боль. Вот дети у меня живут отдельно, и, в принципе, они очень самостоятельные, но где-то что-то когда-то попросят сделать. И я вот так героично иду, превозмолгая боль, потому что ради детей я вот готова вот на всякие жертвы. И я тогда себя считаю, не они меня считают от этого хорошей мамой, потому что я им даже не озвучиваю, что у меня спина болит. Я себя считаю, что я хорошая мать. И следующая такая причина, смысл боли моей – это не делать того, что я не хочу. Ну, например, когда еду куда-то отдыхать в горы, мне как-то принято, что вот все идут в горы, потому что там что-то. А я, я очень люблю, я очень любимая. И я, когда куда-то приезжаю, мне главное – сесть на какую-то веранду, взять кофе любимый и просто смотреть. Просто смотреть на горы, на море, на город. И вот мы по пятницам у нас в клубе медитация, и вот это состояние, когда ты сразу всё. То есть я приехала в новое пространство, и я там начинаю растворяться, кайфовать, я не хочу никуда идти. Но начинают людям объяснять, что я не иду, потому что я буду… Ой, ребята, я не буду подниматься в горы, потому что у меня вообще спина болит. И найдя столько смысла в воле, я когда это всё выписывала, я часто говорю, я их не придумывала, я их писала, я на этом наблюдала, я думаю, господи, это вообще как? Так, и самое главное, что после этого произошло, когда я всё выписывала, я вообще, я уже рассказывала, я пришла в клуб, воспитанный в христианских традициях, и я всякие учения, направления, я их сверяла с Библией, или оно друг другу не вступорачит, ну не входит в конфликт друг с другом. И вот я дописалась до того, что Бог создал нас по образу и подобию. В какой момент я решила, что тело не божественное, я не знаю, честно. Я вот пишу и думаю, ну Бог же создал, он же не… в Библии же не написано, он создал душу по образу и подобию, а тело он создал таким, нас создал. И я понимаю, что тело тоже божественное. Я начинаю вспоминать, я в компании Пабата, в Скульте нам рассказывали, что вообще всё восстанавливается. То есть там клетки обновляются, там все клетки в организме. Я думаю, точно, я же сама это рассказывала, всё обновляется. В какой момент я решила, что тело не божественно? Да это такой инструмент. И я, мы уже спрашивали, я говорю, слушай, ну вот если всё обновляется, почему мы стареем, почему мы умираем? Он говорит, ну потому что включаются механизмы в генах. Я говорю, слушай, ну если вы знаете, учёные, что не включаются, то расскажите, как выключите. Он говорит, ну это ещё наука не дошла. Я думаю, Боже, хвала Господу Богу, Юлии и Миле, что они уже дошли. И что я могу быть в клубе и понимать, что принять своё божественное тело, увидеть, как оно создано, начинать его рассматривать. И вы знаете, казалось бы, тут и выписывалось. А поменялось то, что? Я хотела с вами поделиться, а меняется то, что? А меняется тотальное отношение к телу. То есть элементарно как это проявляется? Ну я раньше там накидывала себе есть, что там смотрела, что там писала, и вот это при этом ещё что кушала. Сейчас я взяла, села обедать, и думаю, в смысле я буду ещё что-то делать? Бог придумал вкусовые рецепторы. Да он зачем? Да не придумал бы он вкусовые рецепторы, если бы это было не для наслаждения едой. То есть он заморочился, он придумал вкусовые рецепторы. А я сказала, так, у меня на это своё мнение, я вот так это всё буду закидывать и не буду кайфовать от того, что создано или им же, или другими людьми, как его продолжение. Я так прямо всё отставила, села обедать, начинаю это всё есть и начинаю быть. Потому что, знаете, это звучит «будьте в моменте». Ну а как быть в моменте? Ну если ты не знаешь философии, не доходишь до того, что тело такое же божественное, как душа, как вообще быть в моменте? И я вот сижу, и прямо все эти вкусы ощущаю. Это такая мини-медитация. Я где-то слышала, что еда должна быть мини-медитацией, но когда я это просто слышала, думаю, ну хорошо, да, ладно, будет время, я буду мини-медитировать. Но когда ты сама осознаёшь, что такое тело, то есть он заморочился, он создал рецепторы на коже, чтобы мы получали удовольствие от прикосновения одежды, друг друга. Он заморочился рецептами во рту, а я вот это всё, ну у нас на Западной Украине, говорят, начиняю себя как качка, девочки, меня поймут, то есть просто закидываю, чтобы как-то там пространство заполнить. И я не принимаю то, что мне дают. И вот как бы просто выписывание, просто Юлин совет, я живу без боли. И это меняет просто мою жизнь. Но я уже хожу с этим три дня, я просто в шоке, какое-то как. Я говорю с телом, оно мне отвечает. При этом понятно, что все боли ушли, да, кстати, кроме того, что я приняла тело как божественное творение, ещё боль прошла. И это нас... Вот один совет, девочки, я не знаю, сейчас говорят, там цена в клубе такая-сакая, я это вообще даже не слушаю, потому что а сколько стоит один совет? Выпиши жизнь без боли, найди смысл своей боли и живи без боли. Сколько этот совет стоит? Да я смотрю, у меня одно это выписывание, оно уже поменяло мою жизнь, потому что я быстренько всё поубирала. Ну, при этом, как, знаете, раньше, вот там убираешь, спина болит, легла отдохнуть. А тут я поубирала, слышу, пора отдыхать, у меня ничего не болит. Ага, я пошла себе там отдыхнула, что-то посмотрела. Я быстро всё сделала, то, что я делала неделю, я сделала за полдня, я наготовила, наубиралась, сейчас сижу, что думаю, господи, у меня в субботу был уборочный день, у меня всё классно в квартире, я вот сегодня сейчас иду после встречи с вами, иду с девчонками на кофе, и это просто одно выписывание. И если кто-то сейчас, вот я очень бы хотела, чтобы поделились те девочки, которые работали с болью, и у которых тоже вышло сместиться. Потому что я знаю, что есть такие, и я знаю, что я вот смотрю, кто сейчас в клубе, и понимаю, что есть те, которые только работают с этой темой. Ребят, пожалуйста, поделитесь, потому что чем больше насмотренность у тех, кто ещё работает, на тех, кто уже проработал, тем скорее у них будут результаты. Вот клуб, это ещё о скорости движения. Потому что, ну, есть такая практика квантового смещения, а песня на то есть и такое. Я уверена, что все люди, которые сейчас здесь, они не пришли в квантовое смещение просто так. Вы пришли Крым-Рым, Крым-Рым и медные трубы. То есть просто так в квантовое смещение не попадают, потому что я уверена, что здесь в клубе готовят творцов и сюда просто так не попадают. Но пока ты только с книжкой, то эта книжка, она одна из многих, которая лежит на моей полке. А когда ты в клубе, то вот эти результаты людей вокруг очень быстро упостряют тебя, потому что у тебя получается вера, что это не только ей работает, это и ей, и ей, и ей. Я смотрю на Майю, она для меня вообще просто, я вот смотрю и стремлюсь, это мой как бы такой путеводитель по телу, потому что это девушка, которая умудряется сместиться минус 4 килограмма за одну ночь, и при этом ничего нигде не описать, все в моей реальности, быстрое похудение, там все, ну точно не буду челать образы, буду всего образомыслящие. То есть я захожу в клуб, я вижу Майю, она говорит, поеду вот там на Мальдивы вот купальниками или платьицах и что там с вечером свистилась, с утра минус 4. Серьезно? И я просто знаю, что сейчас точно есть люди, которые поработали с болью, справились с ней. Поделитесь, пожалуйста. Просто, что те, которые думают идти в клуб или не идти, чтобы не приняли верное решение. Девочки, мальчики, за чашечкой кофе, как обычно, сидим, болтаем и делимся. Кому уже получилось справиться с болью? Микрофончики все включены? И не? Да, доброе утро. Я Вика из Киева. Ну, хочу сказать, вот, ну, как бы мы учимся, да, мы взаимодействуем. Но у меня началась вот с боли, когда у меня точечная боль в спине, ну, одна область спины. И я, когда выписывала, я увидела на себе взгляд чужого человека, из-за чего у меня боль. И, конечно, это такой результат, что вот, ну, ну, она прошла, и это с октября, она больше не болит, спина в той области. Но у меня тоже вылезло, что начало болеть плечо. И вот, что я хочу сказать на этот момент, что вот, вот, эффект клуба, когда мы вместе общаемся, что вот, хотя вот на этой неделе, ну, вот, мы просто общаемся, я не заходила в клуб, но у меня пришла тоже мысль, что болью мы, я вот, ну, как бы, вот клуб дает эту скорость, а если вот просто ты сам, это трошечки, ну, немножко дольше. И у меня мысль, что боль, вот, на работе, ты приходишь здоровым, а тебе говорят, ой, не-не-не, вот болит, болит, и ты начал, вот я начала играть в боль, потому что всех болит, а у меня не болит, как бы я изгой, и у меня уже болит, и вот я не могу, у меня болит, и вот я тоже пришла, что эта боль, это навязана эта игра, в которую чужие играют, но это же не наше, а вот то, что в клубе, и вот, когда мы находимся в одном, вот, в одной, этот вот, в клубе, мы общаемся, и даже вот приходят мысли правильные, приходят даже просто в общении, так что спасибо. Викечка, спасибо тебе большое, да, это моя девочка, я так же могу тебе себе присвоить, мы ее давно знаем, и мы в суперэго давно, мы еще были в мастер-кеке, потом мы вместе были в грядках, и вы знаете, если вы один раз попадаете к Юле Смиле на какое-то более длительное время, есть возможность общаться лично, и получать их неточечные советы, они для меня настолько, нет, ты понимаешь, они отдельные, но они для меня настолько единые, и каждую сторону они показывают, вот каждое, например, деньги с разных сторон, и ты можешь из стороны Юли подойти, из стороны Мили, и очень быстро двигаться, и вот кто уже с ними как-то начал взаимодействовать, то уже обеих не отстают, и когда их не было два года, они просто там свои личные трансформации, наверное, приходили, то мы очень скучали, и наконец-то, когда появился клуб, то мы все в его вступили, Милечка, спасибо тебе большое, ребят, я еще бы хотела очень, чтобы вы рассказали, вот, я знаю, тут еще из моей девочки, вот, немножко, при том, что, знаете, в чем еще уникальность клуба? Юля вообще в Казани, я понимаю, что сейчас ВИА, интернет, новые там технологии, но вот эта возможность получать, получать мега ценность с любой точки мира, для меня это очень круто, для меня это такой масштаб, который просто завораживает, я знаю, что у меня вот сейчас смотрю, есть девочки мои с Норвегии, Валечка, ты здесь, я тебя видела, поделись, пожалуйста, как ты в Норвегии прорабатываешься, как тебе в клубе, какие у тебя результаты? Добрый день всем, я очень рада, что я в клубе, и мое знакомство, конечно же, началось там еще когда-то с Олей, потом с Мастер Кит, ну и грядки, и, знаете, вот это для меня клуб, это как маршрут к себе, то есть Юля дает маршрут, показывать с Милей, как пройти к себе истины, и что мне помогает, да, мы выехали буквально три месяца назад в Норвегию, и в одной из проработок была какая-то, я выписывалась, и я себе, я не знаю, как это пришло, это пришло соединилось с собой, благодаря Юле, я выписывала картину, где я хочу, вот где я хочу стоять или быть, и я увидела картину, что я стою на берегу какого-то большого водоема, сзади огромные горы, очень чистый воздух, и я понимаю, что это мое место силы, я не знаю, я его не знала, что это будет Норвегия, это было, наверное, полгода или больше, месяца, восемь назад, и я его прописала, я его ощутила, каждой клеточкой души своего тела, я Юле задала вопрос, она говорит, тебе как? А я говорю, а мне все нравится, я вот как будто вот это, это все моя картина, я не знаю, как это, она говорит, ну все, выписалась, и я не придала тогда этому значения, большого, то есть я его не заакцентировала, не застолбила, но я продолжала, иногда мне возвращалась эта картина, и очень, потом была проработка, я прорабатывала зрение, и я писала, что я вижу хорошо, и причиной была, я не хотела видеть то, что происходило вокруг, и поэтому как-то теряла зрение, то есть я вечером легла с одним, возможностью видеть мир, я утром проснулась, выписалась, и вообще совершенно другое, потом это что-то вернулось, нужно прорабатывать, то есть тело нужно прорабатывать, и ребята, представьте себе, прошло время, моему мужу исполнилось 60, и мы смогли выехать к детям в Польшу, потом, будучи в Польше, отпраздновали мое день рождения, и мне подружка позвонила, что я могу приехать к ней в гости на 4 дня в Норвегию, я говорю, да ну, они говорят, не, поедь, и мы полетели в Норвегию, прилетели в Норвегию, едем к то место, где мы сейчас живем, останавливаемся на заправке, я подхожу к огромному водоему, и у меня даже съемка есть, у меня же это голос сел, и я говорю, Андрей, это то место, где я видела несколько месяцев назад, я хотелось здесь жить, я даже вижу, где этот дом, и ощущаю, как я стою на террасе, я слышу этот воздух, я здесь, я приехала на свое место, и вот таким образом, благодаря клубу, благодаря вот этому помощи Юли, благодаря действительно клубу, я начала слышать себя еще больше, я стараюсь смещаться, но самостоятельно это очень сложно, ты выпадаешь, и благодаря клубу Юля тебе, Эмиле, я постоянно себя смещаю в то, где я настоящая, благодаря Олечке, нашей группе, мы собирались в Киеве, поэтому, ребята, ну, клуб, он дает дорогу к себе, спасибо. Валечка, спасибо тебе большое, что мы вместе здесь, потому что ты очень наполняешь, ты очень, я знаю, духовный человек, и при этом у Вали очень классно получается объединять духовное и материальное, вот я у нее учусь этому, потому что я такая вся духовная, не знаю зачем, но вот никак не материальная, и когда мы встречаемся, мы каждый раз у кого-то что-то учимся, вот хочу еще поделиться таким опытом, может, кто занимается сетевым, и может вам это быть полезно, мы собирались с девчонками, которые амбассадоры суперега вчера, и мы просто вот общались, ну, уже как бы не просто, а через алгоритт квантового смещения, ну, вот, и мы просто разговаривали, но пока мы разговаривали, мы каждый, у каждого слышали, кого что зацепило, и пошли это прорабатывать у себя внутри, и вчера мы говорили, вот почему ты не продвигаешь, вот почему ты не рассказываешь, ну, потому что я не умею строить команды, я понимаю, ой, я тему команды вообще не придумала, и вот такое общение с единомышленниками, она очень сильно тебя продвигает, и вот, когда ты говоришь, вот они понимают, о чем ты, ты понимаешь, о чем они, я даже передать еще, как видите, этого не могу, потому что был очень интересный опыт, который каждый рассказывал, почему, в чем у него блог двигаться дальше, и ты понимаешь, что это, да, это про твой блог, который ты в себе не замечала, потому что я как-то начала рассказывать про суперрагменты, потому что я не могла молчать, я уже рассказывала в прошлый раз, просто, ну, сиди, до 3 дня с этим хожу, не могу успокоиться, пока это видео не запишу на YouTube, но как-то про команды, я просто много была в сетевых, у меня было очень много, не наоборот, никакие команды, ничего не хочу, и тут приходится какое-то время, я, наверное, чуть-чуть окрепла, чуть-чуть набрала сил, и мне просто хочется, уже хочется общаться с людьми, уже хочется строить команды, и вот девчонки вчера говорят, вот не хочу строить, думаю, о, это же про меня, точно, нужно выписать команду, почему я это не строю, почему я решила, что это сложно, вот эти все свои предыдущие опыты выписывать, и вот такие общения очень обогащают, поэтому, Валь, большое тебе спасибо, вот это для меня соединение духовного и материального, это очень наполняет, девчонки, тут у меня еще есть, я вот так смотрю, вот вижу Люду, она сама из Польши, Людочка, ты не хочешь поделиться, ты у нас в клубе давно, как ты вообще пришла, и как тебе тут, из Польши, как это все видится? Боже, друзья, всем привет, здравствуйте, да, очень хочу поделиться, я с Украины, зовут меня Людмила, как уже сказала Ольга, мне 48 лет, но последние 6 лет я проживаю в Польше, в очень красивом, небольшом таком городке Аполе, и хочу сразу предупредить, держитесь, потому что, когда буду волноваться, могу говорить русско-польско-украински, вот, я четвертый месяц в клубе, и хочу рассказать про свои результаты, думаю, это будет для кого-то очень полезным, кого-то смотивирует, первое, что, о чем я вчера начала задумываться, и первое, что я отметила, так это то, что где-то на второй неделе пребывания в клубе у меня полностью ушла хроническая усталость, а вы знаете, что это уже болезнь, с ней уже борются, лечат, это болезнь, бищи 21 века, но я не выписывала ее, это был прекрасный бонус, может быть, смещений, но подозреваю, что это июльная практика дыхания по пятнице. Второе, что очень меня волновало и был моим таким супер запросом, это были мои головные боли, мигрень, чтобы вы понимали, боли меня мучили, ну, где-то лет с 12, вот когда начались месячные, простите за подробности, вот тогда я узнала, что такое головные боли, они с каждым десятилетиям все усугублялись, переходили в мигрени, и это было что-то невыносимое, это были оторванные годы, оторванные дни, прям 3-4 дня, ты просто не живешь, это такое существование, и таблетки иногда не помогали, но это был еще тот трэш и сюр, и где-то на втором месяце пребывания в клубе, а я бралась за головные боли, где-то за 23 подхода, и где-то на втором месяце пребывания в клубе, мне удалось все-таки сместиться, и это моя большущая радость, и великая благодарность Юле, конечно же, я познала, вот уже последние два месяца, я живу практически без головных болей, я познала эту жизнь, как это жить без боли, ну и еще такой забавный случай, смешной смех сквозь слезам, я бы так назвала, где-то в феврале, тоже февраль-февраль звучит, где-то в феврале, я вот не помню, то ли было в клубе, может сама Гульнара, может Юля это озвучила, было это так, что Гульнара сказала, мир мой, удиви меня, и на следующий день, где-то там утром, она что-то там нашла, и для нее был очень большой сюрприз, мир ее удивил, ну и тут я вдохновилась, вся такая, и тоже ложусь спать, какой там день, и тоже думаю, а почему бы мой мир, да и не порадовал бы меня, ну заснула я, было все хорошо, встаю, и смотрю на свои окна, у нас выдался февраль в Польше, очень такой солнечный, теплый, смотрю на окна, о, кажется, какие-то они у меня уже запачканы, надо их протереть, помыть, ну и как-то я неудачно, очень неудачно, с табуретки соскользила, и подвернула ногу, ну, на первый взгляд, мне показалось, что все хорошо, ходить могу, все пройдет, но тут через два часа мы захотели поехать за продуктами в магазин, дочь пошла к машине, я выходила за ней, и вот я спускаюсь по лестнице, и у меня такая боль в ноге, я просто спустилась с пятого этажа, у меня слезы в глазах, боль неимоверная, я дошкандыбала как-то, дошкутыльгала к машине, мы съездили, закупились, вернулись, и где-то там прошло, не знаю, час, наверное, да, полтора, и когда по приезду домой, я поднялась в квартиру, и поняла, что ступня просто разрывается от боли, там такая боль неимоверная, ступня горит, надо что-то делать, и первая мысль, конечно, надо что-то делать, волка ноги кормит, да, у меня работа такая, физическая, вот, и что делать, в больницу не хочу, будем смещаться, я сажусь, беру листок, ручку, и начинаю выписываться, выписывалась, писала долго, часа два, уже два с половиной, боль начала утихать, а нога так болела, что я сидела на кровати, и не могла найти удобное положение, как бы, чтобы сделать с этой ногой, куда ее еще так положить, подкласть, что сделать, болит жутко, в конце выписывания боль утихла, я легла спать, и на утро еще какая-то остаточная боль, ну, она уже меня, вообще, скажем так, не беспокоила, и через два дня я пошла на работу, и я вообще, девочки, вообще, не чувствую никакого дискомфорта, дискомфорта в этой ноге, вот, что для меня клуб, когда я зашла в клуб, и поближе познакомилась с Юлией, моему восхищению не было предела. Девочки, это было такое вам со слезами на глазах, и мне хотелось говорить, я думаю, девочки тоже меня поддержат, словами, вот, с кинофильма «Москва слезам не верит», как долго я тебя ждала. «Москва слезам не верит». Я поняла, что встреча с Юлей, это судьбоносная встреча, и что все мои духовные поиски, метания, наконец-то закончились, что я нашла то, что искала всю свою жизнь. Вот Юля для меня – это космос, это глубина, это вдохновение, ну, это любовь. Поэтому клуб однозначно для меня, вот еще хотела сказать, и забыла, всем-всем привет, и привет, квантовые подружки. Да, так мы себя шуточно называем в телеграм-канале у Оли. Да, квантовые подружки, да, мы девочки, которые близки по духу, которые смотрим в одном направлении, которые мечтаем. Да, клуб – это мечты. Впервые за 48 лет, да, я возродила свои мечты, которые уже давным-давно похоронила, где-то там спрятала, потому что ну, каждая женщина меня поймет с постсоветского пространства, что мы были так воспитаны, что живем не ради себя, ну, только ради детей, мужа, родителей, друзей, еще кого-то, но только не ради себя. И впервые мне захотелось жить, жить для себя, познавать этот мир. вот, и еще что дал мне клуб, это, знаете, я очень люблю песенку такую забавную, и слова, которые мне теперь очень близки, что на жизнь теперь смотрю как наблюдатель. Мне мир уже понятен. Да, и теперь я на многое смотрю как наблюдатель, и я вижу, как люди играют в свои игры. И философия понимания клуба дала мне эту возможность смотреть со стороны на людей и распознавать их игры и не вовлекаться. И это дорогого стоит. Людочка, спасибо. Спасибо тебе большое. Знаете, что я хотела сказать. Я хочу поплыть. Я знаю, что тема благодарность вы все знаете, потому что не верю, что кто-то пришел в клуб и эту тему не прорабатывал. У нас Юля учит быть очень честными. То есть благодарность, она когда тебе есть за что благодарить, она естественная, ее не нужно как-то... А вот нас там очень часто учат, вот тебе что-то больно, вот поблагодари за это. Ну тяжело благодарить за то, что больно. И я сейчас сижу и просто чувствую скок у меня благодарности Юле Смеле за клуб, люди за то, что она есть, потому что вот если Вика, Валечка, это девочки, с которыми мы давно то, то с Людмилой мы познакомились через Ютуб. Я там выстроила одно из их многочисленных видео. Она по нему перешла в год и как-то мы начали в Телеграм общаться и сейчас, когда я приезжаю в Польшу, то у меня там пункт первый, это что я планирую там делать, это встретиться с Людмилой, потому что это настолько открытый человек и у нас с ней настолько взгляды, ну, одинаковые неправильно сказать, но интересы в жизни одинаковые, открытые, добрые, я не могу даже передать, поэтому меня сейчас идет благодарность ко всем, кто к этому причастен, Людочка, большое тебе спасибо, что ты здесь, что ты с нами, Юле, миле, девочкам, которые сейчас слушают, так вот, немножко про благодарность и еще я бы хотела, я знаю, что тут есть еще мои другие девочки, вот Танечка, это западная Украина, это те люди, о которых говорят они бандератся, вот посмотрите сейчас на живую бандеранку, я первая, она вторая, Танюшечка, ты где? Я знаю, что ты здесь, покажись, как они в живую выглядят, вот так выглядят, сейчас, подожди, вот так выглядят, вот, я не даю, Танюш, расскажи, какие-то результаты, впечатления, ну, ты в клубе? Да, ну, я сама из Тернополя, мне 50 лет, и с Олей мы когда-то говорили, что я такая бандеровка с тамбовскими корнями, да, живу в Западной Украине, и в клубе второй месяц, саму философию, я уже давно, как бы, Оля отдала ссылку, и я перешла, что могу сказать, вот, для чего именно быть в клубе, да, для того, чтобы быть в поле, вот, этих людей, которые смотрят на мир другими глазами, которые учатся видеть себя, которые ищут себя, да, и разбираются в этих всех деталях, с одной стороны, это кажется сложно, но с другой стороны, это достаточно просто, да, и как все говорят, и я тоже подтверждаю, что в книге написано все очень честно, и самостоятельно можно научиться, но быть в поле вот этих людей, единомышленников, помогает намного быстрее сместиться, вот то, что Оля рассказывала, вот мы вчера смотрели, да, на свои затыки в продвижении бизнеса, в продвижении нашего клуба, и каждый увидел либо подтверждение, да, того, что вот какой-то чужой взгляд присутствует на этот процесс, либо еще одну какую-то грань, на которую ты не обращал внимания, и надо посмотреть еще, как бы, а как я вижу этот момент, хочу еще сказать, ну не буду опять повторять про свои результаты, про то, как я 20 лет страдала отеками, и потом за два дня их решила, хочу сказать еще вот о медитации, о этой практике, которую мы каждую пятницу делаем, и я ее использую и в некоторых ситуациях, вот как Юля рекомендует, просто живя жизнь, да, то есть не в самой медитации, и был такой момент, вот я прохожу через место, через которое, ну, хожу через день, если не каждый день, но с этим местом был связан один эмоциональный такой эпизод, на Пасху мы шли с церкви, с детьми, и я потеряла, ветром сдула, полотенчик, такой вышитый мной лично, очень красивый полотенчик, который накрывает корзинку пасхальную, и там я увидела, что я потеряла, то есть это был такой эмоциональный очень сильный всплеск, потом мы побежали, эту корзинку нашли, этот полотенчик нашли, все было нормально, и в принципе инцидент исчерпан, да, как бы все закончилось хорошо, и вот с тех пор прошло уже наверное лет десять, я в один из дней иду опять через это место, и у меня вот эта картинка, она прям вспыхивает перед глазами, и я начинаю дышать, свое забираю, чужое отдаю, и я прямо увидела, как вот эта привязка, вот эта эмоция, которая там какая-то моя осталась, как вот она растворилась, вот как айфон показывает, да, когда ты картинку вытираешь, и как она растворяется, я прям вот увидела вот это, как эта боль, как вот этот эмоциональный всплеск, как я свое реально забрала, и то есть вот таких практик, когда свое забираю, чужое отдаю, у меня достаточно много, и могу сказать, оно работает очень хорошо, потом ты совсем по-другому на какие-то ситуации, на какие-то свои новые действия действуешь, и еще вот касательно практики и теории, да, по квантовому смещению, буквально тоже, Оль, мы с тобой поговорили о том, что нужно контактировать с теми людьми, которые по моей ссылке перешли в клуб, и буквально в этот же день ко мне девочка одна позвонила сама, ну, это моя знакомая, но она позвонила сама, и я ее спрашиваю, ну, и как ты практикуешь, я говорю, вижу, ты книгу скачала, ты читаешь, не читаешь, делаешь, не делаешь, она говорит, скачала, я даже что-то похожее уже где-то слышала, да, очень хорошо описано, да, все это вот, я говорю, ну, я вижу, ты в клуб не зашла, ничего, просто книгу скачала, говорю, то как у тебя там успехи, ты знаешь, вот, я все понимаю, и все мне понятно, но как только я сажусь писать, вот в этом у меня затык, потому что сразу возникают какие-то другие дела, сразу возникают какие-то другие вопросы, и я понимаю, что именно вот это общее поле в клубе, оно нам помогает, да, даже, даже если я слушаю и не выписываюсь, то я потом сажусь и выписываюсь, потому что меня вдохновляет, да, у меня появляются какие-то идеи, какие-то другие подходы к тому вопросу, который я хочу решить, и я сажусь его и решаю, то есть для меня клуб это про практику, про применение этой философии, этой технологии в реальности, не о том, что, да, я прошла еще одно обучение, у меня есть еще один сертификат, повешу его на стенку, какая-то, а не молодец, нет, не об этом, а о том, что это вот эта волшебная палочка, которая работает, только если ты ее берешь в руки, а если она лежит в шкафчике, там где-то, и ты знаешь, что она у тебя есть, она не работает, и клуб как раз помогает держать эту волшебную палочку в активном положении, да, то есть как раз использовать в реальной жизни, вот в обыкновенной повседневной жизни, замечать какие-то моменты и использовать это в действии, и получать, конечно же, результаты, и жить именно свою жизнь, без оглядки на кого-то, на чьи-то глаза, и так далее, найти себя, и жить свою жизнь, вот, все просто. Танечка, большое тебе спасибо, для меня вообще общение с Таней очень ценное, потому что я знаю, что Таня работает с людьми, и я знаю, у нас город маленький, какие у людей результаты по соприкосновению с ней, и поэтому каждый раз, опять же, когда я приезжаю в Тернополь, мы всегда с ней идем на кофе, и всегда есть о чем поговорить, и всегда есть, подслушать ее обратную связь, потому что ты очень большой, глубинный человек. Танюшечка, спасибо большое, что ты со мной в клубе. Девчонки, кто еще из, ну, я не хочу сказать из моих, может, не из моих, но хочет поделиться, потому что тут все мы, Юлины, поделиться своими результатами в клубе. Я вот слушала, девчонки, я вам такая благодарна всем, я вот слушала Люду, и думаю, господи, для нас то, что мы делаем в клубе, оно вышло из разряда чуда. Вы вообще слушали, как она говорит, ну, я села, я смещалась долго, два с половиной часа, я тебя обожаю, а вы представляете, сколько подвернутая нога, кто в жизнь ее подворачивал, вот этот весь процесс, разверните эту игру, мази, кремы, врачи, вот эти какие-то там, накладывают там что-то, и сколько это время уходит, она аж долго смещалась, целых два с половиной часа. То есть такие вещи, которые в мире, я представляю, что если идти вот просто сейчас в мир куда-то, скажем, какая-то секция, это нереально, это не работает, а для нас это остается нормой. Я долго выписывалась, целых два с половиной часа, я решила, за которые я решила эту свою проблему, и вот это тоже очень ценно, когда ты в клубе, понимаете, очень тяжело работать с чудом, потому что, ну чудо, как оно работает, ну вот чудо, ну как это, ну это ж чудо. А ты когда заходишь в клуб, для тебя вот эти такие все чудесные моменты, они стоят нормой. Вот я писала два с половиной часа, а хочется вот это за 15 минут. Ну я уверена, нам Юля говорит, а я ей просто верю, как сказала, так и будет, что придет время, когда мы будем смещаться, и без подписывания, но пока нам это надо. И еще для меня клуб очень, ну для меня очень ресурсный, потому что сейчас делились ими результатами мои девочки, но мне в приват написала, я вот не вижу, или она здесь есть, Зуфра, мы с ней начали, у нее были там вопросы по деньгам, она посмотрела мое видео, и мы начали с ней общаться, и она такую вещь рассказала, там что-то подсказала по-своему, когда начала выписываться, вот возьмите, если кому-то это зайдет, Зуфра, я надеюсь, вы не против, если вы здесь, что я этим делюсь, потому что меня это очень впечатлило, и она говорит, я выписывалась, а у меня, говорит, табу на нехорошие слова, ну у нас у многих такое табу, что это нехорошо говорить, и там уже у кого-то какие заморочки, и я вот выписываюсь, и я где-то услышала, что опять же в клубе где-то кто-то рассказывал, что вот это все выписал, с матами, с перематами, я выписала все это, злость вот как шло, и она мне после этого скидывает стихотворение, которое у нее родилось, после того, когда она вот эти все заблокированные, нехорошие слова выписала, вы представляете, сколько всего хочет через вас проявиться в этот мир, но только возьмите бумажку, ручку, зайдите в клуб, и это все выпишите, ну почему в клубе, потому что Юля очень быстро проведет по этим всем лабиринтам, и сколько всего через вас проявится, то есть разница этого сообщения была минут 10, а я выписала и скидывала стихотворение, просто магия, и разряд чуда переходит в норму, стихотворения просто льются, это меня очень наполняет, и очень хочется, чтобы нас было в клубе очень много, просто очень много, ребята, я уже читала, что у нас девочки Любовь из Астралии, мне нравится свое имя, Любовь, просто одно имя, и уже сразу образ этого человека, из Башкирии, из Казани, круто, а кто хочет, может поговорить, ну все-таки такие у нас формальные, как бы такая расслабленная встреча за кофе, может, поделиться, или может, у вас вопросы есть, может, вам не обязательно, вы что-то еще прорабатываете, может, у нас какой-то опыт есть, мы поделимся, есть у кого-то вопросы или желание поговорить, пообщаться, это, вы знаете, это мега безопасное пространство, вот клуб, это мега безопасное пространство, где можно, а, я вам сейчас секрет расскажу, почему, я буду рассказывать, а вы просто думаете, о чем вы будете говорить, нам говорить нужно обязательно, кто был в сетевом маркетинге, то вы знаете, что нас учили, что идите на сцену, там деньги, вот кто на сцене, там деньги, и мы ходили, это была очень классная мотивация, хочу денег, иду на сцену выступать, так вот, почему я, когда мы только пришли в клуб, я старалась Юле постоянно попадаться на глаза, надо, не надо, я по сто раз спрашивала, ну это сам, сейчас мне уже немножко неудобно, я уже помалкиваю больше случаев, потому что понимаю, что пришли новые люди, для них это важно, я уже сама так буду разбираться, и вот почему важно говорить в клубе, проявляться даже на таких вот презентациях, знаете, очень мало мест в мире, где вас видят так, теми, кто вы есть на самом деле, ну, для меня это Бога-человек, я уже объясняла, почему для меня это так, это соединение божественного и материального, в одном целом, это что такое третье, уже как бы не люди, еще не боги, вот такое новое, новое такое состояние бытия, очень мало мест на планете, где видят, кто вы есть на самом деле, то есть, и взращивают вас это, то есть взгляд чей-то на вас, вот настолько позитивный, и у меня был такой опыт, у меня подружка пришла до другой подружки, там, какие-то свои проблемы решают, и та ей говорит, у тебя нет проблем, ты очень сильная, у тебя нет проблем, и вы знаете, я поняла, что человек не очень это принял, потому что мы привыкли со своими проблемами доноситься, и у нас говорят, как спесанную торбою, то есть, вот какую-то груз за собой носить, и вот всем его показывать, а то, что ты можешь все, тебе даже как-то не очень комфортно, и вот Юля нас видит вот сразу всемогущими, я всегда выписываюсь, кто в клубе, девчонки, вы, наверное, подтвердите, я всегда, Юля, Юля, я выписалась, подтверди своим взглядом, что это так, укрепи мой образ, потому что он еще такой слабенький, вот он только появился, мне нужно еще, еще чудо силы туда же, и когда вы выступаете в клубе, когда вы проявляетесь, то Юля, Миля видят вас, кто вы есть на самом деле, это вас укрепляет, поэтому я очень надеюсь, что вас как-то смотивировало выступить, выступите, пожалуйста, как-то проявитесь, ой, тут еще есть тонечка, что-то хочет поговорить, проявиться, поговорить, поблагодарить вас за эту встречу, я еще не в клубе, но я наблюдаю, книгу претиславок, очень интересно, вообще, классно, благодарю вас, спасибо вам, что вы проявились, и любовь, и проявление, спасибо большое, очень надеюсь, вас встретить в клубе уже, Ольга, я тоже хочу поблагодарить вас, Ольга, сегодня вы прям, мне такой лайфхак по телу дали, потому что, ну, я такая, как отличница, сказали по телу, значит по телу, в отношении, в деньги я не захожу, ну, и давай долбить тело, ну, долбить, значит, выписываться, да, я выписывалась, выписывалась, вроде что-то, ничего не чувствую, ничего не вижу, вот как был, так и был, ну, я хочу сказать, что я взяла, сопровождение на 4 месяца, зашла в клуб вот 30 марта, ну, выписывалась, выписывалась, и в какой-то момент я стала ловить эту волну, ну, то есть не то, чтобы волну, а мотивация стала появляться, но сейчас вот так вот расширена, как вот ты, да, Ольга, на ты будем, как ты рассказала про, как ты полюбила свое тело, приняла его, для меня это, конечно, прям вот сейчас, как вот инсайд такой, благодарю очень сильно, а то, что матом выписывалась, вот я выписывалась матом, я там посылала всех, куда подальше, кого, только кто мне на пути встречался, всех прям посылала, и я поняла, что оказывается, я запрещала себе просто жить, я всегда, они мне что-то указывали, там совершенно посторонние люди, да, начиная от мамы, там, и все там кто-то там, наставники, какие-то учителя, там, не знаю, так не делай, вот так тебе надо, ну, и я так вроде бы стисну зубы, делаю так, но хочу по-другому, ну, а им же лучше, виднее же, им же, я всех их прям посылала, сперва ревела, злилась, но потом я поняла, что, ну, блин, я сняла вот этот, ограничитель какой-то, я сняла этот панцирь, вот этот тумблер, который меня сдерживал все время, ну, это не говорит, что я иду, там всех посылаю, нет, ну, это прям как будто с тела что-то слезло, в общем, благодарю вас, и, кстати, да, мой первый результат по весу, с первой я смещалась, что-то он у меня прибавился в весе, я Юле тоже задаю каждый раз вопросы, тоже надоедаю, а буквально вот недавний результат за ночь минус два, вот, вот для чего клуб, так можно, это не только у вас, это еще у Лауры так круто, спасибо, так что благодарю вас, что вы делитесь своими лайфхаками, ну, это вообще круто, конечно, и по поводу, я тоже слышала, девочка пришла в клуб, и она говорит, почему-то я, когда слушаю эфир Юли, я засыпаю, и я такая думаю, блин, ну, я же тоже слушала эфир Юли, и я тоже засыпала, а потом я ей пишу, ну, это девочки, я говорю, просто, вы пока, говорю, не слышите, у нее другой язык, у вас другой язык, и такая себя ловлю, блин, ну, я же тоже засыпала, значит, мы на разных языках разговаривали, а теперь я не засыпаю, значит, на одном языке разговариваю, благодарю. Боже, я вам так благодарна, вы когда говорите, в клубе говорите, сейчас когда говорите, это так сближает, то есть, ну, ты видишь, что за этим фотографией стоит, и человек становится тебе какой-то родной и близкий. Лаура, из какого вы города? Я из Астрахани. из Астрахани. Ну вот, буду в Астрахани, пойду с нами на кофе. Олечка, я вот тут слушаю Лауру, да, меня тоже впечатляют такие истории, когда люди там за ночь теряют 2-4 килограмма. Я вот думаю, может, нам еще создать квантовый спортзал? Сидим, и только на вес выписываются такие сложные эти платья, джинсы, в которых мы хотим сместиться. Такие развесили их и выписываются. Вот там вот тоже такие, как Майя и Лаура, мне кажется, сильно нас продвинут. Ой, сильно. Миля, ты сказала, собираемся вместе, кто хочет выписывать вес? Это мое предложение. Я поэтому люблю пить кофе, потому что всегда общаемся во время кофе, такие идеи рождаются вот так, из воздуха. Очень, очень, очень крутой формат. Спасибо тебе большое за это. Прямо Людмилу знаю, что давно она в клубе, но никогда ее как-то по результатам не слышала. И даже вот Юля написала, что у меня прям от Людмилы мурашки. Настолько как-то прям, ну, так глубоко, так круто. Прямо очень спасибо тебе за формат. Я тебя не прерываю, я просто тут про квантовый спортзал решила пять копеек ставить. Говори. Не, Миль, это не прерываю, я так хочу, я так вижу наше общение. То есть, вот мы собрали, взяли кофе, вот смотри, вот сразу идея родилась, да, то есть Лаура выступила, я выступила, у тебя сразу идея, давайте вместе смещаться. я теперь уже себя не съеду, тогда мы вместе где-то не сядем, не выпившимся по телу и возьмем тех девочек, которым же это получается, будем вдохновляться. Круто, потому что, ну, вот знаете, вот у Майи вышло, да, классно, супер, но только у Майи, ну, наверное, Майя какая-то гениальная, ну, вот у меня вот так не получится, четыре килограмма. И тут Лаура приходит, говорит, я всего месяц в клубе, и у меня два килограмма за ночь. Такая, ну, нет, ну, значит, Майя не очень, ну, в смысле, она гениальная, ну, в смысле, и у Майи может получиться, и у Лауры может получиться, она всего месяц в клубе, значит, у меня может получиться. Поэтому очень круто, я вот себе как-то так представляю наше общение в клубе, кофе, рождение новых идей, новых игр, масштабирование этих игр. Ну, когда-то были, помнишь, у меня когда-то была такая идея, чтобы брать какую-то тему и все вместе смещаться, и что вот, когда будут все на одну тему смещаться, будет быстро проходить, но я думаю, как-то мы про это проговорили, сегодня мы это опять проговорили, как-то, наверное, будет. Ну, и у Ли вообще хотела, у нее вообще была идея, чтобы люди, которые в клубе, в рамках клуба, конечно, чтобы мы тоже могли включаться в какие-то дни и просто вместе садиться и выписываться. Это же очень удобно, выписываться на одну тему. Типа, сели такие, то есть никто никому ничего не советует, просто мы сидим и делаем это вместе, потому что иногда реально нужен кто-то, кто, ну, ты знаешь, что все пишут, я рассказывала историю, что мы тоже с Юлей один раз сели выписывать деньги, там она у себя дома, я у себя дома, вот, и, значит, сидим, пишем, то есть она пишет, я пишу, мы не разговариваем, просто включен звонок, ну, то есть идет звонок. И Юля говорит, все, я выписалась, я ей говорю, не уходи, не уходи, пока я не выпишусь, не ухожу, не ухожу, ой, у меня такой образ, я говорю, не зли меня, подожди, я еще тут не дописала, только не уходи, да не ухожу, не ухожу. просто Юля, это человек, который присутствовал на родах моего ребенка, и она, как бы, исторически, человек, который, женщина, которая очень быстро рожает, а я рожала очень долго, и она мне, и она говорит, господи, ну, как ты долго, давай уже быстрее, я говорю, нет, говорю, не могу быстрее, говорю, не хочешь, уходи, она такая, нет, я никуда не уйду, пока ты не родишь, поэтому, знаешь, пока не родишь совмещение, пусть никто никуда не уходит из этой серии, и она вот, хоть и была со мной там 8 часов, но все равно не ушла, почти 9, не ушла, пока я не родила, поэтому это такое, на самом деле, суперская поддержка. Да, ладно, я еще 5 копеечек вставлю, 5 копеечек, вчера буквально у меня такой вечер было вдохновение, я до 7 часов, ну, днем сделала практику дыхания и хожу по Архаю, тут все полы перемыло, ко мне гостья должна приехать, и я такая девчонкам пишу, у нас там клуб, группа небольшая по смещению, я говорю, девчонки, я так хочу подарки, цветы, у меня прям какой-то, я говорю, у меня прям такой оргазм внутренний на подарки, я не пофигу какие хочу, а давайте, говорю, вместе прям вот, вот одномоментно, то есть сядем и будем прописывать, ну, я не сказала, давайте прям вот вместе возьмем один запрос, подарки, давайте, ну, то есть это же усилим друг друга, и сегодня вы это проговорили здесь, ну, здорово. Да, вот так, я себе вот так представляю общее творение, вот то, что мы, в принципе, я проговорила на прошлой встрече, что решать какие-то свои вопросы, там, личные, да, это вот так, как первый класс, вторая четверть, то есть, конечно, это нужно уметь по умолчанию, но создается, это клуб для создания какого-то нового мира, и при этом творим вместе, круто, да, как-то так, и вот эти идеи, они рождаются у всех одномоментно, то есть, как-то вот, знаете, где-то была такая теория, что если 5% будет что-то уметь, то все остальные уже будут делать это на автомате, и я смотрю, что вот эта идея подписываться вместе, кто-то что-то вместе создавать, усиливать друг друга этим, она уже просто рождается одномоментно, в разных, ну, в разных городах, но это все равно одно пространство, круто, спасибо, потому что у меня вот тоже такое состояние, девчонки, давайте вместе разберемся, почему мы не двигаем, а давайте, а давайте вместе тело двигаем, а давайте, очень классно, девочки, если никто больше не хочет поделиться, можно, давайте я, можно, можно спросить, а, я хотела так, а можно мне попробовать начать самую выписываться, пока я не в клубе, можно, нет, конечно, все, вам можно, все, бумажку, ручку и пишем, конечно, конечно, да, я книгу прочитала, прослушала это, а так вот, просто возможности по деньгам пока нет у меня вступить в клуб, а самой можно начинать, да, выписываться, конечно, мы про это все говорили, обычно дают какую-то чуть-чуть информацию, а потом, типа, вот приходите к нам, мы вам все расскажем, всю глубину дадим уже в клубе, а вот это не этот вариант, вот в книжке все есть, и вся философия, вы можете просто вот брать прямо абзацами, вот человеку должно все нравиться, вот одно предложение, человеку должно все нравиться, я сижу, вот мне все нравится, вот мне, вот тут чашка кофейная, мне нравится, кофе, вкус, мне нравится, все должно нравиться, и вы начинаете вот это менять с того, что вы можете, я понимаю, что мне сейчас нравится 4-комнатная квартира в центре Киева, ну, я понимаю, но как-то я туда еще не дошла. Я уже могу взять что-то, какую-то детальку, вот как чашка, которая выведет меня в ту квартиру. Поэтому берете по чуть-чуть, начинаете делать и углубляться в эту философию. Ага, должно все нравиться. А что я сегодня могу поменять в своей жизни, что мне сегодня нравилось? Потому что квартиру покупать я не могу. Но я могу сегодня прекрасная погода, созвониться с девчонками и пойти на кофе. Это лучше в мою жизнь? Конечно, сегодня. И вот так берете просто эту книжку и предложениями углубляетесь, прорабатываете, можно. Конечно можно. Просто клуб это как бы скорости, вот как Люда сказала о любви, о видении Юлии, вас большими. Я не знаю, где еще меня так видят, как Юля, честно с Милей. Поэтому я от них не отстану уже. Вот. Благодарю за совет, благодарю, благодарю, люблю. Взаимно, взаимно. Пишите, пишите. Бумажкой, ручкой, книжкой пишите. Тонечка, ты хотела поделиться? Да, здравствуйте всем. Тонечка, большое тебе спасибо. Я знаю, что у тебя три ночи, но ты все равно пришла и ты с нами. Да, я боялась, что я могу проспать. Всем добрый день, доброе утро. У нас ночь. Вот. Я, слава Богу, проснулась и вот уже пью кофе со вкусняшками и с удовольствием. Слушаю Олечку, слушаю и других девочек. Хочу сказать, что клуб для меня это такое волшебство, на которое нужно немного времени, ну, если это говорится о масштабности. Мое первое было еще результат, когда я была в грядках, я смещалась, и у меня, я хотела очень айфон самый последний, там, по всем параметрам, и у меня сегодня появились деньги на айфон, и завтра у меня появился айфон физический, то есть не за эти деньги, то есть у меня такой дабл появилось. Я такая думаю, вау. Но для меня я знаю, что пространству нужно время, сегодня я выписалась, я отпустила. Вот. Самое... Я сейчас нахожусь в Америке, вот, перед этим я жила в Дубае, вообще я со своей любимой, конечно, Украиной, с Олечкой мы знакомы давно, вот, и мы все это время коммуницировали, там, созванивались, и там, даже находясь в Дубае, началась война, там, все-все-все, мы общаемся, и я говорю, Оля, ты так классно, ты так классно продвигаешься, она от... Ну, я чуть-чуть позже зашла в клуб, Оля, с самого начала была, я говорю, ты так меняешься, ты такая молодец, ты прям светишься, и, знаете, вообще, клуб, и вот, смещение, общение, даже я работаю мастером маникюра здесь, я слушаю, я слушаю все записи, которые бывают, смещаюсь, когда как получается по времени, потому что разница семь часов, и я слушаю, я вот малейший, какой-то инсайт от Юли, и все, и переворачивается полностью все сознание, понимание, и включаются новые идеи, возможности, я даже знаю, я маме, мама смеется с меня, я говорю, мам, я вообще не понимаю, каким образом я, я, каким образом я в Америке здесь, потому что у меня была цель большая, я ее прописывала, и я здесь, я здесь в Америке, моя цель еще, ну, как бы, я не понимаю, каким образом мне пространство даст мою цель, вот, потому всегда я прописалась, и ко мне это приходит, но самое важное то, что всегда, ну, мое состояние такое, что я знаю, что я могу получить все, что я хочу, это мега классно, я знаю, что пространству нужно немного времени, если масштабность, если это что-то большое, и, конечно же, это состояние, вот номер один, даже, даже общение таких людей, я работаю в большом очень коллективе, я вижу разницу у нас в основном девочки, какое мое другое состояние, это энергия, это, ко мне девчонки приходят, ну, мне в этом году уже 40, ко мне девчонки подходят, которым 23, там, 25, 30, они подходят, говорят, откуда у тебя столько энергии, как ты, после там чего-то там, ну, у тебя настроение есть, ты веселая, как, как у тебя такое может быть, вот, потому, Юля, Миля, Олечка, я вам очень благодарна, и, знаете, еще очень мега важное такое у меня было состояние недавно, думаю, боже, сейчас уже, ну, эта страна и много стран, которые дошли до, ну, вот, квантовые, да, все там, механика, реальность, и так далее, сколько наука к чему дошла, да, что она изучает, но кто это практикует сознательно, в какой точке мира еще происходит что-то подобное, и я безумно благодарна, тебе, Оля, всем девочкам, что я здесь, впереди планеты, всей с вами, вот, и даже, если взять здоровье, тело, я, там, чуть-чуть какой-то, был сбор, сбой в моем организме, я пошла к доктору, что-то там, какое-то обследование, и я сижу такая, думаю, ну, все равно, какой бы исход там не был, через какой-то там, две недели я приду за ответом, все равно я это все уберу, давайте, делайте, я все равно это, с помощью квантового смещения, это, да, это слова, но настолько оно дает жизнь, жизнь в том, что я могу получить то, что я хочу, вот, на это просто нужно время, и понять, что же я хочу, да, вот, спасибо большое, поделилась, я хочу рассказать про Тоню, потому что она очень скромная, вы бы еще видели, как она шикарно в свои 40 лет выглядит, да, спряталась за ноготочками, она вообще выглядит очень шикарно, вы в жизни скажете, что ей 40 лет, но Тоня это для меня пример квантового смещения, а как может быть еще, я помню, когда она еще жила в Киеве, и она захотела поехать на работу в Дубай, ну, так прямо с Киева и в Дубай, у нас это принято больше там Европа, ну, как в Дубай, и она это сделала так просто, и вот мы с ней встречаемся в следующий раз, Тонечка, я не помню, выписалась ты или нет, потому что там были грядки, еще клуба не было, но алгоритм-то у нас уже был, но она говорит, Оль, да просто села, посмотрела в Инстаграм, вот кто ищет работу в Дубай, Тонин лайфхак, просто села в Инстаграм, посмотрела, какие есть салоны, написала им, что я вот такая-то, хочу у вас работать, не знаю, с салоном, пятен ты скинула, но что-то не очень много, не 125, и мне вот эти ответили, я собираю сумку, езжаю в Дубай, а что так можно, без всяких вот этих агентств, которые ищут работу, можно просто зайти в Инстаграм, найти, сказать, ребята, вот мои работы, я хочу у вас работать, они говорят, да, конечно, то есть Тоня, это вообще про то, как можно сместиться очень далеко, и очень просто, то есть вообще, ну как бы, без этих всех ментальных блоков, которые мы сами себе в голове создаем, и работа в Дубае, потом она звонит, я уже в Соединенных Штатах Америки, ну и в моей голове, ну ладно, Дубай, мы еще можем сесть там полететь, но в Штаты мы так просто не попадаем, в Украину, не знаю, как с Россией, но в Украину так точно, мы просто не попадаем, и она говорит, я уже в Штатах, то есть вот эти ее перемещения по миру, для меня это такой объем, а можно, ребят, можно сесть полететь в Дубай, можно сесть полететь в Штаты, можно, ну все можно, вот только голова и выписывание, ручка, бумажка и ваше желание, мы тут уже полтора часа поговорим, не знаю, наверное, я уже кофе допила, не знаю, как вы, если кто-то хочет что-то рассказать, или поделиться, или спросить, потому что задаю вопросы в обещании, я думаю, ну ладно, тогда, я хочу сказать тоже свои пять копеек, спасибо тебе за то, что озвучила мой результат, когда, я, это сделала, мат, нет, нет, это очень здорово, потому что, вот реально, на мат был табу, и стихи просто, они звучали в голове, я их просто записала, даже, говорю, не обрабатывала, ничего не придумала, о том, что надо быть такими, какими мы есть, а не прикрываться, вот этими картинками, которые, ну как, хорошей стороной, я вам покажу себя, а грязь всю спрячу внутри, а тут я эту грязь как бы выкинула, и в итоге, вот оно сразу и родилось стихо, я говорю, что давно уже вообще их не пишу, а тут они полились, но я хотела рассказать еще об одном результате, который, наверное, за счет зеркальных нейронов получается, у меня еще пока деньги до конца не прокачаны, и моя пенсионная карта, она арестована, туда приходит пенсия, и в принципе, любые деньги, которые туда поступают, они сразу же идут в задолженность, и вот я еду в транспорте, у меня наличка есть, а вот на другой карте, ну, рублей 250, и я была с утра, потому что внучку отправляла в магазин, она купила хлеб, купила хлеб молоко, и тот сын звонит, говорит, мам, что-то мне говорит это, деньги только вечером дадут, скинь, пожалуйста, рублей 200, и причем он позвонил не со своего телефона, а с чужого, говорит, еще телефон сел, к тому же, я говорю, вроде у меня нет, и, ну, в транспорте, там, быстренько захожу в банк, он, не отключайся, говорю, а там вот, когда в приложение заходишь, там сначала первая сумма стоит, а потом только меня, меняется на ту, которая есть, вижу 257 рублей, и говорю, ой, есть, и он хорошо перекидывает, и ложит трубку, а тут раз, и осталось 80 рублей, но я думаю, что делать, быстренько 80 перекинула ему, звоню на этот телефон, а меня скидывают, понимаю, что сын уже ушел, думаю, что делать, дай-ка загляну в этот, на почтобанк, думаю, там, наверное, вдруг раньше на один день пенсию отправили, а до этого я туда заходила, там было 0 рублей, там сколько, 47 копеек, и захожу туда, и вижу 1537 рублей, и причем потом я уже искала транзакции, думаю, откуда они поступили, и как они могли поступить, их не было вот этой транзакции, деньги появились, и я быстренько сыну перекинула, и остаток сразу перекинула обратно на другую карту, думаю, что бы не было, как появились, так исчезли, с удовольствием я эти деньги потратила, но хочу сказать, что это результат моего впечатления от Гульнары, она вот 10 апреля рассказывала, что у нее на карте около 75 тысяч рублей она нашла, вот у меня так восхитилась этим, и вот тоже такой же результат был, вот этим хотела поделиться, а тебе, Оленька, большое спасибо, благодаря тебе я начала проявляться. Спасибо, как вы проявились, спасибо за вас, это вообще мега круто, знаете, это очень классная насмотренность, когда говорят, что деньги нужно зарабатывать, и, ребят, деньги можно просто получить на карте, и, знаете, когда говорят теоретически, и тут Гульнара просто, нашла, прикольно, теперь Зухра просто нашла, вот просто желание теперь заходить на карту, и смотрите, вдруг там чего-то появилось больше, как Юля нас звучит, ну это же просто циферки, почему будем там не меняться на этой карточке, и еще очень круто, вот большое тебе спасибо, потому что, да, я только что рассказывала, что Люда аж два часа смещалась со сногой, то тут Зухра вообще с деньгами сместилась, в моменте, это же квантовое смещение, не было денег, мне надо, у меня есть мои чистые, чистые зачем, ребята, это чистые зачем, и они появляются, я вот еще раз скажу, вот уже полдвенадцатого, наверное, нужно заканчивать, еще один пример, мгновенной реализации, но до этого еще, наверное, мне нужно немножко пописать, я была в Вилане, из собор дома, и там я присудила два часа, это что-то такое, это очень сильные духовные переживания, это очень сильные вибрации по телу, и я вышла в таком, тяжело передать это состояние, потому что оно длилось не очень долго, наверное, это про то Волновой, про которое Юля рассказывает, но я вышла с него, с дома, и думаю, так, что я хочу, кофе в Макдональдсе, почему в Макдональдсе, куча ресторанов, ну вот просто хочу кофе в Макдональдсе, вот не знаю почему, тут вокруг меня начинается, какой-то итальянец кружится, что-то мне начинает рассказывать, я думаю, я не хочу ни с кем общаться, кофе в Макдональдсе, и тут он говорит, кофе в Макдональдсе, и меня там меня как-то включают, думаю, я же только что подумала, в смысле ты уже материализовался, а ребята, вот состояние было, вот этого квантовости мира, то есть я выхожу в мир, и вот мысль такая, в смысле ты материализовался, я же только подумала, думаю, нет, ну я заказывала, я, конечно, не хочу с итальянцем общаться, но я же кофе заказывала, я уже просто включаю наблюдателя, мы идем в Макдональдс, покупать мне кофе, мы говорим через гугл, потому что он не знает русского, украинского, английского, я не знаю итальянского, мы общаемся через гугл, я так сижу, смотрю, думаю, я бы так еще колы выпила, он говорит, тринк, я говорю, ну, говорит, вот пошел за кофе, и тут во мне начинают говорить две Оли, ребята, это так интересно, одна Оля говорит, как ты можешь, что про тебя итальянцы придумают, подумают, ты же представляешь страну за границей, вот такие у меня там эти, вот ты же сказал, что он с Украины, он сейчас подумает, что ты вот типа просто выставляешь его на папке, и вот это говорит сторона, а другая отвечает, ну, это вообще моя голограмма, я просто его создала, ну, в смысле, я чего-то ему там должна, и как-то должна сильно благодарить, и потом думаю, папири, он что-то говорит, что-то рассказывает, и думаю, ой, как мне тоже надоело, хочу, чтобы уже наши девочки с группой пришли, и мы уже уезжали, вот в этот же момент проходит мимо девочка, говорит, Оль, ты еще не идешь, потому что автобус уже приехал, и я говорю, все, бай, и я потом два часа не могла прийти к себе, но это было очень коротко, но это была материализация в моменте, тебе не нужно деньги, чтобы идти пить кофе, то есть ты просто хочешь кофе, мир хлопс, вот тебе итальянец, вот тебе кофе, поэтому это еще такие моменты, которые начали проявляться вот за этот год в клубе, и я понимаю, что чем больше я буду в этой среде вот насматриваться на результаты Лауры, Зухры, Гульнары, Майи, Тани, чем больше Нюля будет проявлять нас тем, ну, своим взглядом божественным тем, кто мы есть, тем вот такие моменты будут все чаще и чаще, поэтому, опять же, вернусь в цене клуба, я даже не хочу заморачивать, какие там цифрыки пишутся, я просто хочу, чтобы у нас это было очень и очень много, ребят, если никто больше делиться не хочет, проявляться, Юрина глаза показываться, потому что он все равно всех видит, тогда я вас буду очень благодарна, что вы пришли, очень благодарна вам за кофе, и думаю, что мы еще так за чашечкой кофе будем с вами встречаться, все, тогда всех люблю, и со всеми до встречи, пока. Пока, благодарю. Благодарю за встречу. Субтитры сделал DimaTorzok